Крокодила Гену и Чебурашку Чебурашка, что ты ешь? Шоколадку, Гена? Странно, почему так подозрительно воняет? Вернее, пахнет. Ну так, Гена, я ее уже по третьему разу прожевываю. Ну, вы поняли, да, что, конечно, на такие копрофильские, скажем, темы это не мой стиль, но тем не менее я ее специально сделал, потому что мы с вами, конечно, уже который раз возвращаемся к теме человеческой слабости, подлости, низости, глупости, религиозности и всяких вот таких каких-то чудных свойств человеческих, которые мне не нравятся, которые я осуждаю и обсуждаю с вами. И, в общем-то, поэтому, ну вот мы с вами уже который раз жуем вот эту самую шоколадку. Сегодня мы будем продолжать жевать индийскую шоколадку. В прошлый раз, если помните, я жевал сайбабу, а сейчас мы потыкаем, в общем-то, довольно неприятного типа по имени Оша. Оша, это его не родное имя, это кличка, кликуха, я бы сказал, ну, которую он себе присвоил буквально на закате жизни, но это мы подробнее с вами чуть позже посмотрим. А сейчас я, ну, как-то достаточно стандартно напомню вам о том, что, ну, подписывайтесь на канал Тайном Нет и на мой плейлист «Открытый разговор» на закрытые темы. Вот этот человек, о котором мы будем с вами говорить, Оша, да, он достаточно какой-то, вот с моей точки зрения, неприятный, неопрятный, некрасивый, подлый, низкий, мелочный, глупый, я бы даже сказал. Это, в общем-то, ну, как бы ощущается, ну, не знаю, я, во всяком случае, так считаю. Вот, а с другой стороны, он, как ни странно, создатель, вот, версии современной идеологии, который мне, безусловно, абсолютно нравится. Представляете, какая странная коллизия у меня в голове, то есть, вот я, например, полностью, безусловно, практически 50, примерно, процентов его идей поддерживаю. Мы с вами это чуть попозже посмотрим, потому что, ну, разговор большой предстоит. И в конце я хочу дать вам несколько цитат, они очень красивые, они такие емкие, которые вот как раз характеризуют эту идеологию Ошевскую. А она странным, но не поразительным, я бы так сказал, образом перекликается с тем, что я говорил по поводу масонских идей, по поводу той светлой идеи великого архитектора Вселенной, который нас ждет вот в конце нашего человеческого пути и вот о том светлом будущем человечества, я говорю. Я идеалист, как вы помните, и поэтому мне эта идея нравится. Она, безусловно, не является маниакальной у меня идеей, потому что я понимаю, что ни на моей жизни, ни на жизни моих детей этого не случится. Никакому такому светлому будущему человечеству мы с вами не придем. Напомню, кстати, да, что буквально в эти дни миллионы, миллионы, не ошибаюсь, последователей, преданных этого бывшего гору, который умер, соответственно, 30 лет назад, вот они отмечают его день смерти. Это произошло 19 января 90-го года, то есть, соответственно, вот практически мы в то время живем, когда сейчас юбилей, 30 лет со дня его смерти. Они называют это уход из тела, то есть, он как бы живет до сих пор. Ну, эти люди как бы считают, что он жил, там, Ленин жив, Ленин жив, лжил, будет жить. Также и про Оши, они, безусловно, верят в его безусловное существование на земле в каком-либо виде. И в отличие от Саибабы, который там превращается, там, как это, матрешки, они выскакивают друг за другом. То есть, сначала был, если помните, Ширди, потом Сатья, сейчас вот премум мы все ждем. Непонятно, родился он или уже, как бы, женился. Потому что, если помните, вот этот Масудун, Масудун, с этими словами именами, язык сломаешь. Ну, неважно, вы поняли, о ком я говорю. Он уже довольно взрослый дядька, то есть, жена, все такое. Поэтому, как бы, безусловно, ситуация там темная. В этой ситуации Соша, ситуация более прозрачная, он ушел, но идея его жива. И я, кстати, с этим полностью согласен. Идея его, безусловно, красивая идея жива. По большей части красивая, кое-что не очень мне нравится. Ну, неважно, позже детали рассмотрим, я уже говорил. А, значит, они эти вот странные, преданные, вот, взяли в свои потные, крепкие руки, рабочие его наследства. И с этим наследством довольно грамотно обращаются, над ним работают, увеличивают благосостояние свое. Ну, из благосостояния Ашрама, вот этого имени Оша и так далее. Вот, ну, значит, смотрите, я бы так сказал, что, как ни странно, вот, с моей точки зрения, да, если мы перейдем к теме, Ну, с моей точки зрения, ни у одного из этих людей, ни у Саи Бабы, ни у Оша не выросло, не выпистовалось, не проявилось в, скажем, в обществе, на планете, да, ни одного последователя, реального последователя. Огромная толпа каких-то самозванцев, действительно, тех, кто его знал, видел. Ну, вот, учитель не создал ученика, который перехватил, скажем, вот это вот, у выпавшее знамя и несет идеи, продолжает нести их. Значит, получается два ответа. Либо, значит, как бы, само существование ученика не нужно, да, логично, да, ну, то есть, вот он, Оша, например, сказал все, что хотел, все, привет, то есть, и ушел, как они говорят, из тела. А там уже, вот, у меня, вот, смотрите, учите мои тексты. У него, кстати, если я напомню, сразу вам напомню, что у него примерно, там, кто говорит 600 книг, кто говорит полторы тысячи книг, ну, так, во всяком случае, 600 точно известно, что это вот в материальном виде существует. Это, конечно, не книги как таковые, это тексты, которые записывали за ним его преданные, или, там, переводили с аудиопленок его, значит, лекции и слова извержения. Ну, и, в общем-то, надо напомнить, что он сам ни одной строчки вообще не написал, не подписал в печать, как говорится, поэтому, в общем, книгами это назвать можно условно, это просто такой поток сознания, такой наркотический бред, я бы сказал, ну, примерно так же, как считается действовал Кастанеда, если помните, да, то есть, поэтому, конечно, это, в общем-то, не полностью тексты Оша. Мало того, они, если помните, они противоречат себе просто на одной странице, взаимоисключающие фразы могут быть, мы, возможно, это с вами, то есть, точно потом это я вам покажу. К Сайбабе за эти годы отношение не только не изменилось, оно даже как бы улучшилось, если тогда еще его как-то там называли, ну, просто учитель, да, там, гуру какой-нибудь, да, то сейчас Сайбаба действительно, ну, такой небожитель, он там строит госпитали всякие, отели, не знаю, больницы для бедных, все такое. Ну, на самом деле, я еще в прошлый раз вам упоминал, друзья мои, что он сам-то ничего не строит, ну, например, да, тот знаменитый госпиталь, который построен рядом со шрамом Сайбабы в Прошенте, Нилаян, вот этот, в городке Путапарти, построил, конечно, никакой не Сайбаба и никаких он не своих денег, ну, просто грамотно развел такого большого-большого лоха по имени Тайгрет, значит, это хозяин. Как гигантской мировой сети Hard Rock Cafe, чувак отдал больше 100 миллионов долларов, Тайгрет я имею в виду, да, и на эти деньги, значит, ну, не знаю, сколько там украли, но, во всяком случае, я думаю, что много, кстати. 100 миллионов отель не стоит в любом случае в глубинке Индии, в такой дешманской стране, то есть, ну, там 100 миллионов дав, там можно было построить отели, там, не знаю, 100 лет содержать врачей в этом заведении. Поэтому, ну, вот я и говорю, что, ну, грамотный менеджер, то есть, в принципе, развел людей, построил отель, в смысле, госпиталь, ну, вот, ну, Ошу, надо сказать, тоже примерно так же действовал, но вот я, понимаете, как это дело такое индивидуальное, то есть, если, например, мне Сайбаба в принципе неприятен, то есть, вот он со своей вот этой курчавости, все такое, просто смотреть противно, то, в общем-то, на Оша мне смотреть тоже противно, но, с другой стороны, он такие какие-то славные иногда у него цитаты проскальзывает, идеи какие-то замечательные, то есть, которые я поддерживаю, и поэтому, в общем-то, я его меньше осуждаю, но его, Оша, кстати, до сих пор никто не приемлет его, действительно считает врагом, и, с моей точки зрения, это, как бы, три основных точки, на которых держится его, вот, ненависть к нему держится, это, конечно, скажем, это анархия, это, вот, такая, как бы, вселенская анархия, по отношению к религии, государству и так далее, это, безусловно, с моей точки зрения, идеология меритократии, то есть, власти лучших, он это исповедовал, кстати, у себя в Ашраме, то есть, он назначал лучшую, скажем, там, Шилу, назначает лучший, преданный, и она, как бы, рулит от его имени, то есть, ну, вот, как бы, меритократия, это то, что я поддерживаю, поэтому, как бы, мне и это нравится, ну, и, безусловно, главное понятие, это то, что его, в общем-то, когда там назвали секс-гуру, он сам над этим смеялся, никакой он, конечно, там, не секс-гуру, он в том смысле, что технически он никакой, не гуру секса, понимаете, но вот у него идеология, которую он выводил, как бы, условно, из тантры, она, условно говоря, вот, дала ему это звание, и она мне нравится, потому что она действительно должна привести человечеству к новому облику, я бы так сказал, если мы все, например, начнем исповедовать эту идеологию, пусть даже какой-то обкорда, ну, или, там, с какими-то регуляционными правилами, ну, возможно, это будет лучше, чем то, что мы видим сейчас, например, в традиционных религиях, с моей точки зрения, отношение к сексу ужасное просто. Почему я испытываю к нему, как бы, с одной стороны, ментальное согласие, да, с его идеями, а с другой стороны, какое-то неприятие к нему, как вот, к человеку? Ну, во-первых, мы с вами потом увидим, кто дотерпит, говорит, что действительно огромное количество гнусных поступков человек совершил, это, безусловно, ну, нечистоплотный грязный делец, я бы так сказал, да, хотя бы с финансовой точки зрения, плюс разнузданный такой неаккуратный сексмен, я бы, как бы, не знаю, как сказать правильно сейчас, просто размышляю, но это, наверное, знаете, как, с моей точки зрения можно даже проще описать, это вот ревность, наверное, да, это вот ревность такого западного, ну, условно, в кавычках, конечно, человека к вот этническому человеку, к такой этнической составляющей, ну, знаете, как, наверное, это никогда не преодолеется, но Василыч, ближайшие поколения, мне кажется, ну, вот такой, скажем, мужчина, условно, ну, никогда не будет рад тому, что его, скажем, белую пушистенькую телочку щупает, трахает, не знаю, тискает и гнобит, кстати говоря, какой-то там вот, да, то есть, или там еще кто-то, ну, это, конечно, сейчас все закричат, что это шовинизм, все такое, ничего подобного, это что-то то, что внутри нас, это, как бы, работает вот автоматически совершенно, не знаю, ну, я думаю, что многие мужчины со мной согласятся, вот, хотя, в общем-то, я на самом деле напомню, что сегодня вам буду рассказывать о свободной любви, я, как бы, в ней, в этой свободной любви участвовал, о ней много чего могу рассказать и знаю о ней, но все равно это чувство, оно внутри и не позволяет, вот, полностью расслабиться и, как бы, вот, ревность, она все равно существует.